На Ленинградской АЭС проходит испытание роботизированного устройства для диагностики и ремонта бассейнов выдержки отработавшего ядерного топлива. Многофункциональный комплекс отключается высокоточной системой позиционирования и видеонаблюдения, позволяющих роботу отлично ориентироваться в бассейне без удаления воды и топлива. Аналогов нет такого. И вообще в мире, наверное, нет сейчас. Потому что тут разработали такую технологию, что полностью в агрессивной среде. В ходе тестирования платформу с робототехникой многократно погружают в специальную емкость с водой, имитирующую металлическую облицовку стен бассейна, где в реальных условиях на энергоблоках ВВР-1200 хранятся в воде сборной кислотой, выгруженные из реактора отработавшие топливные элементы, до их полного остывания и снижения радиоактивности. С помощью ультразвука робот обнаруживает трещины или другие дефекты в металлических листах, а после ремонтирует их путем наплавки и зачистки швов. Инновационная система позволит не только сокращать время ремонта в случае разгерметизации бассейна-выдержки, но и полностью исключит необходимость работы людей в опасной зоне. За всем технологическим процессом наблюдает оператор и управляет им же со специального пульта, на котором также можно отрабатывать технологию обучения ремонтного персонала АЭС. Продолжение следует...